О той девушке, избраннице сердца и души, которая осталась в его памяти. А это наше стихотворение полностью посвящено именно ей. Я прошу его на европе, а потом мы его приведем. «Ани, המדבר, והחай, מדבר, нишכחות. Ве, в хират нефес שלי, шума от дворай. Шума от векол, ישутат, хелутит, бешмия, шума, שшум айшет лев בחיים шума от вадай, כך לדברי אהובа. «Во, хен, зо, היא меетта, ואני פה, חתן, בראשית, ла, החי. «Hи, сгурат, айна, им, кула, «היא, мегנט, эллои, «בכוח, כיסופи, бетула, лозכта, ле, хупа, «вегетит, бетхелет, шеба, айна, меру па, «вматери, המתח, שלа, маз, вадай. «Ани, хай, ам, дабер, «и, шума от дворай, «על тעמי אביבים, «שהיו, ве, хмдот, акיצים, «вأз, хи, אומר, «Кола, ба, мипи, «ה, митим, העצим». «Нио, бе, митикут, «כמו, аз, «במикедем, שלי, ושלה, «למор, כן». «היא, митта, «בבטулеха, «לא, бе, алха, «המקדש, ולא, «ענת, אמן, «כי, морот, «я, ка, дем, «менופצим, «שאין לתקן». «Первая строчка «Я, говорящий, живой, «рассказываю забытое». «О, забытое». Или «О, забытое». Надо сказать, что «Амедаберга, хай», он здесь это делает как бы почти одним словом. Дело в том, что в еврейской традиции есть четыре ступени всего. Начиная с низа. Это домем. Это не живое. Домем. А буквально неговорящее. Потом цомеях. То есть то, что растет. Потом хай, живое. И четвертая ступень, «Медаберга», это человек. И здесь у Рецви соединяет две эти ступени. «Хамедаберга», «Хай». Конечно, есть разница между говорящим живым и, мы видим здесь, и говорящим неживым. Мертвым. Вот в его сознании она ему отвечает. Она с ним говорит. не только он с ней. Он слышит ее через голоса деревьев, умерших в мире заброшенных садов. Но он слышит ее. То есть он определяет себя очень точно согласно традиции. Он живой и говорящий. Говорящий живой. А она говорящая неживо. Мертвым. И поэтому он повторяет «Хамедаберга Хай». Это особая возможность человека говорить даже через века. продолжать говорить даже не будучи живым. Так вот, первая строчка «Я говорящий живой рассказываю забытый». Вторая строчка «Хамедаберга Хайя» «Хамедаберга Хайя» «Хамедаберга Хайя» «Хамедаберга Хайя Davi Ceurs» «Грина хакедаберга Хайя» «Хамедведа Хайя» «Слушает всем естеством love» «Голубым». «Халит» «sover 으 принципе» «Тхэлят» сейчас другой корень это конечно там тхет, здесь каф там тет, здесь таф это совсем-совсем тхелит слушать голубым естеством своим голубым тхелит я уже говорил об этом это какой-нибудь прозрачный ну каждый подумает это можно сказать синим можно сказать голубым голубизна голубизна неба например или синева может быть синева моря или голубизна воды именно об этом говорит талмуд когда определяет особый цвет которым красили белую шерсть это цвет тхелит и поэтому цвет флага израильского это тхелит лаван не про многие уже говорят кахол лаван но это тхелит лаван потому что Давид Вольфсон который второй второй президент сионистского движения после герцога когда надо было решать что за флаг будет у сионистского движения он предложил цвет вот этот тхелит лаван потому что это цвет цицит знаменитый цвет талит этих ниток талита один из которых согласно заповеди Тори должен быть тхелит одна из ниток а все остальные белые шерстяные только шерстяные и эта шерсть должна быть в основном белая и только одна ниточка должна быть синяя это тхелит и когда мудрецы объясняют что же значит тхелит они говорят что этот цвет вырабатывается из моллюсков и цвет этот похож на цвет моря который похож на цвет неба который похож на цвет престола Всевышнего Продолжение следует...